По начальным словам – фразу, по начальным фразам – рассказывать текст. Именно в этом и состоит секрет скорочтения. Когда это качество мышления хорошо развито, чтение ребенка становится более динамичным, осмысленным, глубоким, уходят многие трудности и повышается интерес к чтению. Перед вами на слайде представлены материалы и оборудование для занятий скорочтением. То, что мы используем на занятиях с детьми. Это слоговые таблицы, таблицы Шульте, схемы образа и образцы текста, тексты для чтения с использованием немотехники, игровой материал для развития памяти, мышления, воображения. Также рабочие тетради. На данном слайде представлены материалы и оборудование для занятий ментальной арифметикой. Это рабочие тетради, методическая литература, индивидуальные счеты и демонстрационные большие счеты абакусы, ноутбук, проектор, интерактивная доска. Также педагоги пользуются онлайн-платформой компании Amakids. На слайде перечислены методы скорочтения, я их попытаюсь раскрыть. Внутреннее проговаривание текста приводит к большой трате времени на чтение. Избавиться от него можно, используя специальные методы переключения внимания. Эффективным будет упражнение. При чтении попробуйте шипеть или свистеть. Через несколько дней тренировки вы избавитесь от этой привычки. При чтении наши глаза двигаются рывками по тексту. То есть возникают паузы, необходимые для того, чтобы переключиться с одного слова на другое. Если же использовать палец, вести им вдоль строки или линейку, то от таких остановок можно постепенно избавиться, а значит скорость чтения увеличивается. Очень часто читаем, возвращаясь глазами назад по тексту, прочитывая заново слова и даже целые куски текста. Избавиться от этого можно опять же, используя палец или линейку. Необходимо улучшить периферическое зрение, чтобы за одну остановку взгляда охватить как можно большее количество слов. Для тренировки периферического зрения помогают упражнения с таблицами шульфы. Просматривание текста заключается в умении быстро находить важные слова, пропуская остальную воду. На следующем слайде вы видите плюсы и минусы скорочтения. По мнению психологов, излишнее увлечение одним занятием атрофирует другие навыки и способности малыша. Если дошкольник способный хочет узнать и уметь многое, дайте ему такую возможность. Тренируйте мозг кроссвордами, изучайте иностранные языки, играйте в шахматы, шашки, читайте книги. Только комплекс развивающих занятий дает положительный результат воспитания гения, полноценной разносторонне развитой личности. Занятия скорочтением не должны приобретать и заменять другие занятия. Они должны дополнять, что мы и делаем в нашем детском саду, реализуя дополнительную образовательную программу. Сейчас предлагаю вашему вниманию фрагмент занятия скорочтением. На нашем занятиях под старочтением мы с ребятами выполняем упражнения, которые способствуют развитию левого и правого полушания. Сосредоточим внимание на таких упражнениях, как рисование двумя руками. Начинаем с рисования в воздухе геометрических фигур. Далее переходим к раскрашиванию. Задачу можно усложнить. Когда дети рисуют, они слушают небольшой текст. Как заканчивают раскрашивать, отвечают на вопросы по содержанию и услышанию. Многократное чтение однотипных слогов предупреждает склонность к ребенку читать по догадке. Способствует закреплению навыков слогосложения. Слоговые таблицы помогают расширить круг игровых заданий, сформировать у детей умение читать слоги и слова. По слоговой таблице дети повторяют изученные буквы, читают слоги, совершенствуют артикуляционные умения, учатся дополнять прочитанные слоги до полных слов, соединяя слоги в слова. Для диагностики и уровня внимания предназначены таблицы Шультер. Постоянные тренинги при помощи таблиц помогают быстро и прочно освоить задания, адекватно оценить приобретенные знания, продуктивно воспринимать материал, концентрировать внимание на объекте. Важной частью занятий являются упражнения для запоминания конкретного и абстрактного материала, на развитие слуховой памяти, вербального интеллекта, способности воспроизведения определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. Скорочтение для детей помогает всестороннему развитию, освоению школьной программы, успеху в жизни. На следующем слайде вы видите плюсы и минусы ментальной арифметики. Многие российские педагоги, такие как заслуженный учитель России Леонид Завич, преподаватель математики Александр Шевкин, профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин, скептически относятся к ментальной арифметике, считая ее слишком переоцененной. Так как подобное умение развивает и игра в шахматы, и разгадывание кроссвордов, и всякие различные сложные конструкторы. Существуют и другие способы устного счета, не менее эффективные. Любые занятия, направленные на развитие мышления, дают хорошие результаты. А значит, не стоит стремиться к обучению только ментальной арифметике и скорочтению. Поэтому мы в нашей образовательной организации используем скорочтение и ментальную арифметику только как дополнительную образовательную программу для всестороннего развития дошкольников, не забывая про основные программы и методики. Несомненно одно – развивать мозг любыми способами лучше, чем ничего не делать. На следующем слайде предлагаю посмотреть фрагмент занятия ментальной арифметикой. На наших дополнительных занятиях ментальной арифметикой для дошкольников старшего возраста стоят в цели обучения сложения ленин, задачи развития внимания логического мышления, развития моторики пальцев, закрепление знаний сложения от 1 до 9. Обучение сложения на абакусе построено таким образом. Сначала мы проверяем способность ребенка понимать числа, затем мы объясняем принцип работы с абакусом. Учим решать на нем примеры механически с помощью пальцев. И уже после этого делать то же самое мысленно, представляя абакус в уме. Решая пример, ребята перебирают косточки пальцами, мысленно передвигая костяшки. Далее переходим к ментальной парте, где изображена картинка с абакусом и задание к ним. На следующем этапе дети производят арифметические действия с помощью визуализации процесса. Рисование двумя руками. В основе этого кинезиологического упражнения лежат три основных принципа управления межкоушарных связей. Ребятам занятия помогают рисовать мелкую моторику, речь, улучшать память и концентрацию внимания. На занятиях поставлен цель и задачи достигаются в полном объеме. Дети, занимавшиеся по программам ментальной арифметикой и скорочтения, к моменту завершения дошкольного образования достигают следующих результатов. Увеличивается скорость чтения в 3-5 раз, развивается словесно-логическое мышление, улучшается память и воображение, улучшается речь, артикуляция и дикция, улучшается концентрация внимания, появляется живой интерес к учебе, развивается эмоциональный и вербальный интеллект, повышается успеваемость в школе. Ребенок становится решительным, уверенным в себе, легко строит дружеские отношения со сверстниками, учится управлять своими эмоциями, становится терпимым, гибким, внимательным, учится отстаивать свою позицию и умеет доносить свои мысли и чувства до собеседника. Избавляется от таких блоков, как страх, агрессия, апатия, неуверенность. Становится более ответственным и инициативным. На слайде представлена диаграмма уровня всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста. 32% детей показали не посещающие занятия ментальной арифметики и скорочтения. Они имеют уровень ниже среднего. Дети в начале обучения по программе ментальной арифметики и скорочтения показали средний уровень в размере 45%. И в конце обучения дети показали высокий уровень 58% детей. Сейчас представляем вашему вниманию небольшие фрагменты занятий.